Форум «Мой бизнес-экспо», который проходил в конце мая в Краевой столице, собрал 700 участников из четыре района в Забайкале. Для предпринимателей и самозанятых известные в бизнес-сообществах спикеры провели мастер-классы по актуальным темам. Также состоялся региональный этап конкурса «100 лучших товаров России». Подробнее о форуме поговорим сегодня с министром экономического развития Забайкальского края Жаргалмой Бадмажаповой. Жаргалма Эрденеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какая основная цель проведения форума «Мой бизнес-экспо» и что он дает Забайкальцам? Это, в первую очередь, площадка для взаимообмена между предпринимателями опытом, знаниями, интересными проектами. И, конечно, вовлечение именно спикеров, органов исполнительной власти, в том числе участвовал губернатор на этой площадке. То есть это возможность всегда получить новые знания, поскольку, например, отдельные предприниматели покупают какое-то обучение и ездят именно в Москву, Новосибирск, Красноярск. А здесь можно бесплатно получить какие-то новые для себя интересные направления деятельности. И, в том числе, хотелось бы озвучить, что первый день мы подвели итоги деятельности Министерства экономического развития, то есть за 2023 год, что было нами сделано и что еще предстоит в задачах. И, соответственно, дальше мы уже по фондам рассмотрели, Центр «Мой бизнес» озвучил свои задачи и отчетные показатели, и, соответственно, Фонд развития промышленности. На самом деле это важно, поскольку мы с предпринимательским сообществом оцениваем, насколько год прошел продуктивно, то есть как мы с депутатским корпусом отработали те или иные льготные налогообложения, потому что для предпринимателя это важно. И, соответственно, как мы вообще выросли, ну, на самом деле мы выросли, выросли по вновь созданным предпринимателям практически на 40%, и это дает нам возможность уже анализировать дальше, какие ниши нам нужно заполнять, где какие сферы надо усиливать для того, чтобы именно для населения было, ну, то, что мы, по сути, ежедневно потребляем, то есть эти наши потребности закрывались именно как раз таки малым средним бизнесом. Кто был в числе приглашенных спикеров и какие темы они освещали? Ну, здесь я, конечно, отмечу, что, как наш президент говорит Владимир Владимирович Путин, все-таки нужно поддерживать малый и средний бизнес на местах, на территориях, в регионах, и, соответственно, в первую очередь здесь важно иметь свои бренды на территориях регионов. И, соответственно, мы активно привлекли именно специалистов, например, Игорь Булыгин, руководитель студии Мосса, брендинг называется, то есть он рассказывал о том, как закреплять бренды и как можно за счет брендинга реализовать свою продукцию, то есть успешно, при этом меняя упаковку, подачу определенных товаров. И на примере он крупных предприятий показывал, как это делается. И также у нас участвовал Илья Тимошин, очень интересный эксперт, он москвич, как раз-таки эксперт по онлайн-торговле, потому что мы понимаем, все-таки сегодня стационарная торговля отходит на второй план, но в каких-то отраслях это важно, но именно онлайн-торговля сейчас вышла на новый совершенно уровень. И, соответственно, он рассказывал, каким образом повышать охват аудитории, каким образом потребитель может, не переходя с одной вкладки на другую, по сути, на одном шаге уже видеть всю продукцию, вообще весь потенциал того или иного производителя, либо предпринимателя. Поэтому он очень тоже доступно показал, как можно развиваться, какие направления. И отмечу, Илья Тимошин, это эксперт тоже, именно он является координатором Совета по цифровой трансформации при Минпромторге России. То есть он очень активно работает с органами исполнительной власти в регионах. И потом мы уже побеседовали, как можно еще дальше раскрутить его темы для, так скажем, прокачки наших предпринимателей. Также участвовала у нас специалиста, ну, именно вкусвилла, то есть рассказывал, как тоже вкусвилл внедряет именно брендинг, каким образом продвигает свою продукцию. То есть в этом направлении у нас, конечно, очень много интересных вопросов было и подачи. И также отмечу, что во второй день мы рассматривали креативные индустрии, тоже к нам подключился эксперт по креативным индустриям, потому что мы, правительство Забайкальского края, с текущего года вовлекаемся в эту работу. Потому что сейчас задача президентам поставлена в рамках указа майского о том, что до 2030 года мы должны вырасти в вловом региональном продукте. Именно креативных индустрий доля у нас должна составлять как минимум 5%. То есть это говорит о чем? О том, что вот эта сфера уже будет отдельно выделена как отрасль экономики и, соответственно, для нас важно. То есть креативная индустрия — это все, что делается руками наших предпринимателей. Это творчество, это вплоть до каких-то интересных разработок, может быть. И нам было важно, чтобы предприниматели тоже немножко вовлекались в эти вопросы и начинали понимать, что это такое. Поэтому вот привлечение федеральных экспертов, я думаю, это очень важно для того, чтобы все-таки была именно подача такой информации, которая была бы важна, интересна и полезна для наших предпринимателей. Какие вопросы, судя по итогам выставки форума, наиболее актуальны для предпринимателей и самозанятых в регионе и с какими трудностями они сталкиваются чаще всего? Ну, здесь, конечно, стоит отметить в первую очередь вопрос, если это продовольственные товары. Многие говорят о том, что требуется тоже помощь в именно продвижении товара, каким образом выйти на полки магазинов. Соответственно, мы сегодня уже как бы проговариваем и уже реализуем полочку произведено за Байкалье акции. То есть мы в рамках этой акции стараемся как раз-таки поддерживать наших местных производителей. И как раз это кто-то впервые выходит на полки того же каравана, читинки, то есть местных наших торговых сетей, которые готовы взять их товар и, по сути, именно реализовывать через свои торговые сети. То есть вот это важно для предпринимателей. В том числе, конечно, про льготное налогообложение, про займы, которые сегодня их интересуют. Например, какие-то предприниматели не совсем были знакомы с программами наших фондов. То есть где они могут, куда могут обратиться для получения дополнительных средств для расширения производства. А кто-то уже знает, поэтому прямо на площадке делились впечатлениями, каким образом вообще стоит ли брать на себя эту долговую нагрузку. На самом деле большинство говорили стоит, потому что она достаточно комфортная, потому что проценты по займам низкие. И они, конечно, если на рынке брать кредитных ресурсов, они совершенно конкурентоспособны. И, соответственно, можно в данном направлении брать займы и активно ими пользоваться. Более 80 товаропроизводительных регионов представили свою продукцию на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Расскажите, пожалуйста, какую продукцию представили участники? И что самое необычное или самое вкусное запомнилось вам, ведь там была еще дегустация продукции? Да, очень интересно на самом деле. Мы когда вовлекали предпринимателей, производителей на этот конкурс, на самом деле этот конкурс уже проводится 27 раз. И вот, знаете, формат именно такой подачи конкурса на самом деле не во всех регионах так проходит. А мы взяли именно формат, когда можно презентовать прямо публично, когда есть площадка, да, мы как раз транслировали именно возможности нашего забайкальского производителя. И по сути 81 участник заявился, и мы думаем, что это хорошая планка, потому что в прошлом году мы обеспечили 80 участников, сегодня не меньше. При этом есть очень много новичков. Наверное, я бы сказала, процентов 30 – это новички, которые представили впервые свои товары. Ну и, конечно, если вот даже визуально представлять, как мы ходили по кругу, да, и дегустация, то есть очень интересно было изготовление колбас, то есть тинского производителя. Очень такая разнообразная продукция. И мы уже взяли на примету, как можно выставиться наше мясное изделие на площадке Восточного экономического форума. Также была впервые представлена мука собственного изготовления. Именно мелькомбинат Дальневосточный, который мы поддержали, как раз они приобрели оборудование промышленное, производственное, как раз для производства муки. То есть они такую партию первую экспериментальную выпустили и, конечно, поделились продуктом, мукой. То есть тоже очень интересно было. Впервые тоже представили нам производители агинской воды, лимонада. То есть это компания Хэшек называется. То есть на самом деле тоже они раскручивались года три, наверное. Сейчас уже готовы, сейчас уже они охватывают порядка шести районов. То есть производственники наши были представлены, сухие строительные смеси. Очень много было представлено самозанятых, художественные промыслы. То есть на самом деле в этой номинации художественных промыслов, и помимо продовольственных товаров, потому что продовольственные, это большая часть представлена, одна четвертая. И художественные промыслы, учитывая, что мы сейчас развиваем туризм, тоже были представлены очень активно. И я бы здесь, наверное, из интересных отметила бы, были саженцы именно хвойных таких деревьев, которые занимаются именно высадкой именно саженцев. И очень понравилось, уже мы к концу обхода подошли, и фирма, которая как раз-таки занимается очень экологичным именно производством, и на самом деле можно было бы это дальше продвигать, двигать, и очень интересно понравилось. Ну и, соответственно, не отмечу производство одежды, да, у нас есть интересные бренды Сашка Барашка, это детская одежда, также у нас ИП Тагонов был представлен, тоже интересная именно подача была, именно Шитян, местного бренда, то есть вот это очень интересно, производство мебели, то есть очень много интересных именно продукций, ну то есть на самом деле многие говорили, а неужели это у нас производят в Забайкальском крае, то есть простые обыватели, те, кто посетили выставку. Я думаю, что выставка удалась, и те результаты, которые мы там видели и слышали, в том числе мы же спрашивали не только успехи, а что требуется поддержать, помочь. Мы уже себе на карандаш записали проекты, которым нужно помогать, и, по сути, еще как бы помочь с поддержкой и с продвижением, и опять сертификацией продукции. Что ждет победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»? Ну, здесь отмечу, конечно, что у нас в первую очередь были определены номинации, то есть были у нас лауреаты, финалисты, то есть их у нас 24, лауреаты, финалисты, они направляются на федеральный этап, который начинается с 5 июня, но пройдет где-то осенью, в сентябре, то есть результаты мы узнаем именно по итогам осени. Ну и, соответственно, что ждет? Ну, для производителей очень важно, что у нас, получается, в комиссии были представители Роспотребнадзора, именно Центра стандартизации сертификации, то есть это говорит о чем? О том, что продукция, она сертифицирована, соответствует всем СанПинам, то есть на федеральном этапе также те же эксперты анализируют именно продукцию и смотрят заключение экспертной комиссии, то есть это говорит о том, что ваша продукция, она сертифицирована, она качественная, и, соответственно, с этим уже логотипом «100 лучших товаров», который знаком многим, то есть это гарантия качества твоего товара, то есть это вот как раз на самом деле очень важно, и, соответственно, для предпринимателей это как титул и такой, скорее всего, знак внимания и качества именно со стороны этого конкурса. Была также номинация, какие-то предприятия получили знак «Лидер качества». О чем это говорит, и какие предприятия были удостоены этого знака? Ну, здесь, конечно, «Лидер качества» — это те, кто уже у нас не в первый раз участвует и не в первый раз номинировались на лауреатов, то есть на самом деле важно тоже, чтобы на этой выставке были те, кто уже работает не первый год и работает успешно. И здесь я бы хотела отметить ИП «Хан», то есть напомню, что это у нас уникальное предприятие по производству шестяных изделий, именно из-за забайкальского мериноса, то есть на самом деле их продукция очень котируется, именно мы вот как раз-таки выезжали на российско-китайское экспо, Харбинская выставка-ярмарка, и по сути те пледы, которые мы привезли просто для презентации, их все разобрали, потому что там 90% содержания именно забайкальского мериноса. Поэтому для нас это очень важно, потому что это именно первичная обработка шерсти, и именно это предприятие получило знак «Лидер качества». Также здесь отмечу среди производственных предприятий, это «Мир» компания, которая занимается изготовлением кирпичей и железобетонных изделий, то есть сейчас они уже расширяются, модернизация идет, то есть на самом деле вот именно знак «Лидер качества» это говорит о качестве товара, и уже не первый год порекомендовавших себя и показавших себя именно вкусами, скажем, жителей Забайкальского края, кто выбирает. То есть молочный наш, Чеченский молочный комбинат, завод, то есть мы все знаем продукцию и спешим, бежим покупать именно произведенные товары именно Чеченского молочного комбината. То есть это те предприятия, которые действительно зарекомендовали себя на рынке производственных и продовольственных товаров. И четвертый номинант – это «Деревня кроликов». Да, «Деревня кроликов». Ну, здесь тоже отмечу, то есть это очень интересный продукт, да, то есть есть у нас ферма соответствующая, и на самом деле тоже деликатес, и тоже не в первый год они участвуют, поэтому тоже себя показали только с лучшей стороны, поэтому мы такие как бы отдельные номинации нам дают понять, что новые предприниматели могут на них равняться и дальше работать, как раз таки равняясь на них, чтобы быть подобающе выглядеть, да, на уровне их тоже. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Я напомню о форуме «Мой бизнес-экспо» и региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России» мы говорили сегодня с министром экономического развития Забайкальского края Жаргалмой Бадмажаповой. Забайкальского края Жаргалмой Бадмажапова